Я до сих пор в рычаге локтя из закрытого гарда узнаю какие-то новые детали Ну что, друзья, снова я отправляюсь туда, где не ступала нога фрицов Какое-то очередное секретное доте, в котором я еще никогда не был Ну, в принципе, в котором еще никто из фриксов, наверное, не присутствовал Стоит ли говорить, что я слегонца заблудился? В общем, у нас здесь небольшая тусовка престарелых борцов Дивизион Мастерс, что называется Евгений Коротки, Дауд Адаев Будем сегодня бороться и разговаривать Можно начать с того, какие чаще всего позиции бывают в категории мастерс Да, ну, так, если прикинуть Я думаю, это чаще бывает классический close guard, закрытый гард, half guard Ну, я думаю, вот эти два основных гарда, которые встречаются в категории мастерс Да, и в которых надо, ну, в любом случае, по-любому надо ориентироваться Несмотря ни на то, что ты мастерс или адалт, да, это два таких гарда, которые встречаются Ну, почему half guard? Потому что некоторые называют half guard ленивым гардом Гардом для ленивых И для работы в half guard не нужна заурядная какая-то растяжка или физическая какая-то сила Можно там и залежать, и проатаковать, и засушить схватку Ну, и, соответственно, close guard, закрытый гард Это классический гард, джиу-джитсу В котором надо, в любом случае, ориентироваться Понимать, как обходить его, как атаковать из него Ну, и с помощью этих гардов можно много чего натворить Можно просто взять закрытый гард и лежать до конца схватки Или выиграть Ну, очевидно, победа, если человек не умеет проходить Да, поэтому, мне кажется, это такие два основных вида гарда, которые нужно рассмотреть, разобрать Сегодня ты какие секретные техники будешь Евгению показывать? Ну, я на самом деле показываю комбинации, связки Вот Евгений Юрьевич не даст соврать Я сторонник того, что я игнорирую одноходовые какие-то техники То есть, показал одну какую-то фишку и ее там делаешь Я всегда придерживаюсь концепции action-reaction, которую активно использует Кабриня Мне также довелось с ним достаточно долго помогать в подготовке к ADC Тренировался с ним на протяжении около 10 дней По две тренировки в день Ну, так сказать, private Вдвоем мы в основном тренировались И в течение этого времени очень много для себя полезной информации Так сказать, впитал и добавил к себе в арсенал И в первую очередь саму концепцию борьбы Как себя вести, как чувствовать соперника И подбирать нужные техники относительно того, куда идет воздействие Куда идет нагрузка от соперника, где баланс Вот, и мы с Евгением Юрьевичем, ну, каждую тренировку В принципе, так и работаем Да, мы всегда ориентируемся на то, куда соперник может воздействовать Куда сила будет направлена И относительно этого подбираем техники Чтобы минимизировать, так сказать, энергозатраты Да, физические силы какие-то минимизировать И, соответственно, тем более в категории мастерс Это очень нужно Да, нужно экономить энергию И прикладывать ее, так сказать, взрывами такими Что у Евгения Юрьевича как раз И, ну, такой плюс большой Есть взрывная такая работа хорошая Которая, я думаю, берет истоки Вот его базовых, так сказать, стилей В которых он достиг больших высот Ну, и мы активно стараемся использовать Все положительные вот эти вот стороны И подбирать нужные техники Разбираемся с захватами Да, учимся грамотно подбирать Помним, что если мы хотим перевести в спайдер Лучше кулачки немножко, да, подкрутить Для того, чтобы тяжелее было сорвать Потому что если лак будет развернут Достаточно легко будет срывать Ну, и, соответственно, постоянная работа Выведения локтя во внутреннюю часть бедра Подведения второй руки Это если мы собираемся закрывать треугольники Да, либо переводить в спайдер Колени внутри И, соответственно, работа в спайдере Выдавливание постоянно второй нижней ногой Тоже Работа с ногой Ну, и, соответственно, если Соперник, так сказать, держит хорошо осанку Руку убираем в сторону По диагонали стараемся всегда работать И гардом сбиваем осанку, да, чтобы поджать Ну, и, соответственно, открывается куча Возможных вариантов для атаки Да, диагональная работа Выведение руки очень полезна для того, чтобы Так сказать, выводить базу соперника Ну, пастуру, да, ломать его пастуру Ломать базу Ну, и, соответственно, что еще здесь надо учитывать Соперник будет постоянно пытаться брать штаны для обхода И заводить колено посередине Да, и наш таз должен быть мобилен Мы всегда должны его закидывать в середину И это должно сопровождаться постоянным сдергиванием гарда Именно ногами Да, я поставил Мы ввели и, бум, сбили на себя Вот, и, соответственно, это надо по-любому использовать и учитывать То есть не давать сопернику Как только мы видим, что соперник подводит колено Мы смещаем таз и сдергиваем гардом Нарушаем осанку Вот, тем самым не даем ему работать на обход гарда Вот, соответственно, когда он берет Если он берет штаны Мы следим за тем, что можно еще произвести болевой на запястье Да Поставить обе ладони на трицепс Вот, да, прям вот Да, 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 вот таким образом И поджав коленку к себе Да Произвести воздействие И запястье идет на излом Колено к себе Да, кстати, ветераны, мастерцы довольно часто используют его приемы Конечно, со мной несколько раз пробовали это сделать Потому что мы так достаточно активно работали Вот, это первый вариант, который часто используют Да, и второй вариант, который также часто используют Это когда берут рукав Обычно заворачивают, да То есть если соперник берет рукав Да, заворачивают И вот таким образом Да, на запястье также создает воздействие Да, второй рукой И мы должны, соответственно За этим всем следить и наблюдать То есть ни в коем случае не давать Как только мы видим какую-то попытку атаки Мы должны это пресекать Срывать, пресекать Ну вот, и контролировать базу Вот, ну это основные, так сказать Я думаю, моменты Такие, база, да За которыми нужно следить Беречь запястье Ну и, соответственно, забивать постоянно осанку Вот, нарушать его базу Да, соответственно, если он встает Вставать он, скорее всего, будет Отключая руку, да, с этой стороны И держать осанку Здесь часто история Это когда мы рукой Да, если получилось одной или другой Заводим в сторону И воздействие Вот здесь вот самое интересное Начинается Многие пытаются прогибаться Толкать назад Но на самом деле Мы блокируем ногу И тазом работаем По диагонали В сторону Для того, чтобы завалить И очень часто вот здесь Можно перейти очень легко На армбар Потому что соперник Очень часто пытается рамкой Поставить рамку И от криветель Для того, чтобы избежать Так сказать Контроля Или свипа Вот Лучше это делать Именно таким закручивающим движением То есть мы его сбили И голенью Ну, я предпочитаю Прямо голенью По голове скатиться И развернуться Своему ногу Вот, но Давайте еще раз Попробуем Я отключил Там Там Снимаю По В сторону Да Вот вы стопу стоите Евгений Влечаев Да Я обычно И колено В ковер веду И разворачиваюсь На другой крючок И голень пошла Этой техникой Мой ученик Коричневый пояс Алан Канкулов Выиграл Не помню кого Кто-то выиграл На турнире УАЕ В Москве Проходил В фестивальном Спортивном комплексе Очень красиво Как раз вот эта связка Именно Соперник встал на ноги Пытался обойти Стоя Опенгард Вот Алан раскрыл гард Сделал воздействие Как раз Пазом В сторону Тот упал И Тот начал Ставить рамку Пытаться отжать И Алан Зашел на армбар Таким образом Засабмитил Своего оппонента Очень хорошая техника Очень хорошая связка Мне всегда интересно С самбистами Пообщаться С дзюдоистами Ну с адекватными Которые не говорят Что нет дзюдо Круче всех И все Или самбо Круче всех Вот Ну с кем можно Поделиться Опытом Перенять что-то Какие-то новые фишки Изюминки Какие-то маленькие Да Какие-то детали Вот В принципе До сих пор Вот Последний раз При От Роберта Дриздейла Когда он в зале У нас был Я Рычаг локтя Люблю Как бы Технику Да Классическая Базовая техника И я до сих пор В рычаге локтя Из закрытого гарда Узнаю Какие-то новые детали То есть Я уже Там Около 13 лет Не знаю Сколько занимаюсь В БЖ И до сих пор Я узнаю Из закрытого гарда В рычаге Какие-то новые детали Новые вещи Которые Могут помочь И причем Каждая из них Делает Эту технику Вообще Ну таком Рестайлинг Такой получается Вот Ты чувствуешь лучше Где-то Что-то Уже начинаешь Либо плотнее контроль Либо Опять же Вот это Движение С экшен-реэкшен Действие Противодействие То есть Где-то можно Толкнуть его То есть Ты вроде Обычно делал рычаг А тут Ты знаешь Куда его толкнуть Чтобы он тебе Сам этот рычаг Отдал Либо где-то Ущипнуть его Чтобы он Самый секрет Так вот Оказывается В чем Надо кусаться Щипаться Так что Советую всем Мастерсам Приходить на Тренировки И кусаться К нам С Евгением И Юрьевичем Да И Мы вас научим Кусаться Мы научим вам Вас Новым фишкам Чтобы молодых Настигать Ну или хотя бы Не проигрывать себе По дому Да По мастерсам Да Хочу Поделиться Маленько своей Историей Чтобы мне Да вот Альбертович Эту схватку Увидел Значит Время Римопен Значит И выходит Против меня Человек Которому 62 года Я потом С ним Разговаривал Сюда Это португалец Пропурный пояс И Что меня В нем Впечатлило Ну Во-первых Как он Выглядит Совершенно Роскошный Мужчина Который Особо Без морщин Свои зубы Все белые Ну и вообще Видно Что он Здоровый Человек В своих 62 года А потом Подошел Еще один Молодой Человек Оказался Это его сын Который Младше У меня Всего Он Два Года Он 42 И Когда я Выходил На ковер Ну Мне Изначально Было Не очень Хорошо Потому Что Если Я ему Проиграю Я проиграю Старику Если Я выиграю Я выиграю Старика И В общем То Ни туда Ни сюда Мне Ловкости Особо Не было Но Поборовшись С ним Я вышел С другим Ощущением На самом деле Глубокого Почтения К этому Человек Что Человек 62 Года Борется И Борется Вполне Себе Неплохо Он Очень Хорошо Двигался То есть И Работал Сверху Снизу И С Хавгарда И С Фулл Маунта У меня Ушел Вот И Мне Было Очень Потом Ну Как-то Так Почтительно К этому Человеку И Я Понял Что Это Вот Мой Пример Я Тоже Хочу 62 Года Так Выглядеть И В принципе Выходить На ковер И Бороться Потому Мегатон Понятно Его Все Знают Но Ему Не 62 Года А Человек Уже В таком Почтенном Возрасте И Так Дауд Альбертович Эту Схватку Увидел И Меня Конечно Это Вдохновило На самом Деле Это Если Возвращаясь К Мастерцам Это Люди Когда Говорят Что В 40 Лет У них Нет В 40 В 50 В 60 Пока Ходите В общем Занимайтесь Спортом Дружите Семьем Ходите В гости И Будет Лежелюбно Ребята У вас Да Здесь Болит Там Болит Если Болит Не Это